Всем привет! Я Анна Оськина. И добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу как сделать брошку в виде вот такого вот аппетитного румяного пряничного человечка. И если вам это интересно, оставайтесь со мной. Для работы я выбрала полимерную глину песочного оттенка. Она прекрасно подойдет для имитации теста. Хорошенько разминаю полимерную глину перед работой. Раскатываю полимерную глину в пласт толщиной примерно 3 миллиметра. Беру отдельный листочек бумаги. Накладываю на него полимерную глину. Сверху прикладываю нарисованный и вырезанный рисунок пряничного человечка. Прикатываю скалкой. И аккуратно по контуру вырезаю необходимую форму. Играет музыка. Моделирующим инструментом сглаживаю все края. Зубная щетка прекрасно подходит для создания фактуры печенья или пряника. Обрабатываю всю поверхность пряничного человечка зубной щеткой. Вот такая заготовка у меня получается. Для тонировки я буду использовать сухую художественную пастель. Крошу на отдельный листочек бумаги необходимый мне цвет. Мелко-мелко в пыль. Немного растушевываю пастель на бумаге. И после этого кисточкой тонирую пряничного человечка. По краям я делаю более яркую насыщенную тонировку, которая слегка растушевывается к середине. И обрабатываю всю поверхность. Перехожу к сахарной глазури. Она будет белого цвета. Но я не буду размешивать крем. Здесь сахарная глазурь будет состоять из длинных нитей белого цвета. Поэтому я разминаю, раскатываю белую полимерную клину в белую тонкую нить. Чем тоньше вы раскатаете нить, тем изящнее можно выложить рисунок. Нить я катаю вручную, без использования экструдера. Но конечно же можно выдавить нить и при помощи этого инструмента. Аккуратно выкладываю нить по контуру человечка. Отступая примерно 2 мм от края. Музыка. 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 На месте соединения двух концов нити я замазываю этот стык. Внутри человечка также будет узор, это две волнистые линии. Очень удобно делать эти линии при помощи двух спиц. Внутри человечка также будет узор. Делаю окружность, которая станет ртом. И накладываю рот на лицо пряничного человечка. Из маленьких белых шариков делаю пуговки и глаза. Придавливаю их к фигуре. И конечно же брови. После чего пряничного человечка можно выпекать. Температуру и продолжительность выпекания смотрите на упаковке той полимерной глины из которой вы лепите. После выпекания необходимо сделать крепление броши. Для этого понадобится конечно же основа для броши. А также полимерная глина. Я вырезаю узкую полоску шириной примерно в сантиметр. В толщиной где-то один миллиметр. И отрезаю от этой полоски своеобразный ярлычок. Суперклеем приклеиваю основу для брошки с обратной стороны человечка. Смазываю ярлычок из полимерной глины гелем жидкой пластикой. И накладываю его поверх основы для брошки. Этот ярлычок станет дополнительным креплением чтобы основа для брошки не отвалилась. И тонкой спицей делаю своеобразную прошивку. Точечки по контуру ярлычка. И после этого брошь можно выпекать повторно. Температура и продолжительность выпекания точно такая же как и в первый раз. После выпекания можно покрыть изделие лаком. Но я покрываю не все изделие целиком. А только белую глазурь. Поэтому здесь нужно действовать очень и очень аккуратно. Чтобы не заляпать лаком самого пряничного человечка. Я набираю лак на самый кончик кисточки. И аккуратно промазываю только белую глазурь. И после того как лак высохнет изделие будет готово. Только посмотрите какая милая брошка у меня получилась. Такой пряничный человечек неизменно поднимет настроение вам и вашим близким. И станет прекрасным подарком. Я очень надеюсь что вам понравился этот мастер класс. И приемы показанные в нем вы обязательно возьмете на вооружение. А я желаю вам творческих успехов и вдохновения. Обязательно смотрите и другие мои мастер классы в которых вы найдете много интересного. Пишите ваши комментарии. Ставьте лайки если вам понравился этот сладкий мастер класс. И конечно же подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новинки. До новой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok